Выставка стала традиционной. Каждый год ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья приносят в музей-заповедник свои работы, а значит частичку себя. Сотрудники музея все оформляют, готовят, расставляют так, чтобы посетителю было удобнее все рассмотреть, уделить внимание абсолютно каждому изделию. Эта выставка удивляет разнообразием техник и материалов. Я думаю, каждый пришедший на нашу выставку найдет для себя здесь что-то интересное. Может быть кто-то подчеркнет творческую идею, она вдохновит кого-нибудь на создание новых изделий. Всего на выставке представлено более 200 работ и все они распределены по 10 разным номинациям. Самая творческая семья, счастливы вместе, сохранение и развитие народных традиций, лучшие изделия из природного материала, лучшие изделия с использованием ткани и другие. Жители нашего района потрудились на славу. Работ на выставку представлено несколько меньше, чем в прошлом году, но по качеству, конечно, работы значительно выше, чем предыдущие годы. Конечно, когда смотришь на выставку, не перестаешь удивляться, какие произведения искусства просто могут делать наши ветераны, наши инвалиды, люди с ограниченными возможностями. И вот они представляют свои работы, которые сделаны в 2020 году. Ветераны в силу возраста мало где могут показать свои работы. В период пандемии было много времени на любимое рукоделие. Поработали как женщины, так и мужчины, известные мастера и только начинающие. Каждый хотел внести свой вклад в одно большое творческое дело. Эту выставку можно назвать чудо, и не случайно она называется «Творение души и рук». Потому что здесь не только руками все сделано, но и душой. Работы все очень замечательные. В период пандемии ведь мы все соскучились и по общению, поэтому и приносили с радостью, и оформляли выставку с радостью. За что надо отдать должное Елене Анатольевне Крюковой, которая принимала эти изделия с такой любовью, что хотелось еще выставку сделать одну. Победители уже определены. Осталось выявить лишь приз зрительских симпатий. Результаты будут оглашены после завершения выставки. Ее можно посетить со вторника по субботу с 10 до 17.30 часов, до 7 ноября включительно. Без возрастных ограничений. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».